Мы убеждены, что несмотря на формальное, именно формальное наличие национальных государств и государственных структур, основное управление процессами осуществляется на наднациональном уровне при помощи в том числе официальных организаций, таких как МВФ, Международный банк, Римский клуб, Довозский форум, Международный олимпийский комитет, ЮНЕСКО, ну и, конечно же, куда деться без нее, известная всем Мировая медицинская организация, ну и многие другие. Безусловно, существует и закрытый контур управления, но информацию о нем в открытых источниках вы, конечно же, не найдете. Многие спросят, как же при наличии национальных государственных институтов возможно наднациональное управление? Ответ прост. При помощи ставленников этих структур, инкорпорированных в органы власти, включая высших должностных лиц. Говоря простым языком, вся высшая властная вертикаль пронизана предателями национальных интересов своей родины. И это касается и Израиля, и Российской Федерации. То же самое происходит на так называемой Украине, в Индии и практически в любой стране современного мира. Еще один вопрос, который может возникнуть. Каким образом предатели оказываются на самых высоких должностях? Они, конечно же, не спускаются с парашюта и не привозятся на дипломатических самолетах. Они бережно взращиваются со студенческой скамьи, а может даже и раньше. Кадровая работа одна из самых сложных, и наши враги имеют в ней богатейший опыт. Да и многие из твоих соотечественников будут нам в этом активно помогать. Я не думаю, чтобы вы нашли много желающих помощников. Мы найдем их. Нет, мы их воспитаем. Мы их наделаем столько, сколько нам нужно. Деньги сделают все. Мы все прекрасно помним из истории, что любая колониальная элита, например, индийская или нынешняя РФ-овская, получала образование в стране-метрополии. Хранит там свои сбережения, там живут их семьи. Когда у них появляются разногласия, свои споры они решают в высоких лондонских судах. Долгое время факт наличия наднационального контура управления не был очевиден. Но ситуация кардинальным образом поменялась в 2020 году, когда руководители практически всех государств планеты беспрекословно выполняли приказы, навязанные им извне. И приказы эти, конечно же, были связаны с очень модным ныне заболеванием. Заботливо выращенные эмиссары наднациональных структур, эти предатели, используются своими хозяевами как в долгосрочных проектах, так и в разовых мероприятиях. Но классической формой деятельности этих наднациональных структур являются развязывание войн и уничтожение тех или иных государств. В любом из этих событий всегда задействуются предатели. Приведу всего несколько примеров классического предательства национальных интересов элитами этих стран. Армения. Совсем недавно была в ситуации с Нагором Карабахом, где Пашинян просто предал свой народ. Европейский Союз. Сознательный завоз мигрантов. Ирак. Когда иракские генералы сдали свою родину практически без боя американцам. Развал Югославии. И, конечно же, самым ярким примером является развал СССР, задуманный над националами и осуществленный такими предателями, как Кусинин, Примаков, Андропов, Яковлев, Шеварнадзе, Горбачев, Бобков, Ельцин, Собчак и другими менее известными фигурами. Чтобы понять, что такая же участь ждет Росфедерацию, приведу вам пример того, какие кадры ею управляют сегодня и сейчас. Узнаете птенцов гнезда Андроповы? Эта фотография сделана в 1991 году в Австрии, где эти персонажи проходят курсы повышения квалификации у западных спецслужб, которые однозначно аффилированы с наднациональными структурами управления. Глава РСПП, такого себе профсоюза олигархов Александр Шохин, владелец крупнейшего частного банка Альфа-банка Петр Авен, бывший представитель правительства РФ по связям с международными финансовыми организациями Константин Коголовский, бывший министр экономического развития, бывший первый зампред Центробанка, бывший первый замминистра финансов Алексей Улюкаев, Анатолий Чубайс, который в представлении, я думаю, не нуждается. Бывший министр по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ Владимир Машец и небезызвестный Сергей Глазев, которого многие ошибочно считают государственником и патриотом. С большой долей вероятности можно предположить, что именно непотопляемый коллега Путина Чубайс из всех перечисленных лиц является наиболее ярким из видимых персонажей, которые осуществляют наднациональное управление. Если мы бегло взглянем на нынешнюю так называемую элиту, то станет очевидным, что большая ее часть из криминальных 80-х и 90-х. Все они повязаны преступлениями перед народом и очень большой кровью. Их дети, женатые или замужем за иностранцами, проживают они за границей, там же хранят заработанные непосильным трудом средства. Поэтому абсолютно логично предположить, что эти люди находятся на крючке враждебных нам спецслужб и являются прямыми предателями. Однако деятельность этих лиц была бы невозможна без такого же предательства, преступного бездействия и равнодушия среднего управленческого звена и рядовых исполнителей во всех властных структурах, включая спецслужбы и военных. Это очевидно, как дважды два равно четыре. Именно люди, находящиеся в среднем и рядовом звене сегодняшней госмашины, являются главными ответственными за все происходящее сегодня в стране. Кто-то из этих людей предает осознанно за 30 серебряников, кому-то просто все равно, лишь бы зарплата была. А кто-то, в силу нежелания думать и анализировать самостоятельно, не может даже предположить, что высшие государственные лица могут быть предателями. К сожалению, большинство таких, кто не хочет думать, это люди служивые. Но если мы посмотрим на нашу новейшую историю, то станет очевидным, что предатели в самом высшем эшелоне власти могут быть. Давайте вспомним такие события, как, например, пролет Матиуса Руста или сделка гор Черномырдин, события 1991 года, война в Чечне, гибель подлодки Курск, взрывы домов в РФ в 1999 году. Невозможно, просто невозможно предположить, что все эти события обошлись без предательства конкретных должностных лиц на самых высших этажах власти. И самого свежего. Как могло так получиться, что данные с камер наружного наблюдения и распознавания лиц хранятся в одной из стран НАТО? Как? И, конечно же, события прошлого 2020 года, которые, ну уж очень сильно похожи на государственную измену. Последствием подобных предательств всегда становятся локальные конфликты и войны, расчленение страны, крах государственности и массовая гибель населения. Все события, начиная с распада СССР и по сегодняшний день, являются ярким тому подтверждением. В нынешней Российской Федерации довольно много слабых точек. Это проеденная насквозь инфраструктура, тотальная зависимость от импорта, обнищавший и озлобленный народ, периферийные конфликты в Армении, Средней Азии, на так называемой Украине, в Осетии, в Абхазии, в Приднестровье, в Белоруссии неспокойно. И все это грозит дестабилизировать ситуацию в самой РФ. Плюс огромная армия мигрантов и, соответственно, угроза межнациональной резни. Думаете, такого не может быть? Вспомните ситуацию 2020 года, когда в Москве, Ленинграде и ряде других крупных городов после остановки строек криминальная ситуация с мигрантами стала критической. Все уже, наверное, забыли, что брошенные без средств к существованию мигранты начали грабить прохожих. И только фактическая отмена ограничений удержала ситуацию от полного коллапса. Еще одна опасность, которая сейчас не видна, но реально существует. Это сепаратистские настроения в региональных элитах, которые инициированы межклановой борьбой и прямым ограблением центром регионов. Любой из вариантов обрушения РФ приведет к массовой гибели, в том числе и в первую очередь всех тех, кто напрямую участвовал в исполнении сегодняшних преступных приказов. И не получится оправдаться тем, что приказы эти отданы на самом высоком уровне. С большой долей вероятности во время обострения ситуации самые боеспособные подразделения будут отправлены на карантин или иным образом вынесены за скобки. Многие думают, что слепо исполняя преступные приказы, они и их дети будут нужны любой власти. Но это не так. Есть такая фраза. Оказанная услуга вообще ничего не стоит. Поэтому, исполнив то, чего от вас хотят предатели наверху, вы им будете больше не нужны. Те, кто исполняет преступные приказы, напрямую участвуют в подготовке убийства своих детей. Неприкасаемых не будет. Возможный будущий хаос сметет всех и бежать будет просто некуда. Но выбор есть всегда. Одним из ярчайших примеров такого выбора является история со спецназом КГБ, который окружил резиденцию предателей в Беловежской пуще. Я напомню, там заседали Ельцин, Кравчук и Шушкевич. И подписывали бумагу, согласно которой был уничтожен Советский Союз. Офицеры спецназа КГБ молча наблюдали за творящимся предательством. А ведь могли не исполнить преступный приказ из Москвы, который запрещал арест заговорщиков. Они могли самостоятельно принять решение и арестовать изменников Родины. И навеки остаться в истории в памяти потомков героями, которые спасли Отечество и миллионы жизней соотечественников. Вместо этого они выбрали путь безликих и безвестных исполнителей воли разрушителей страны. Не надо думать, что для того, чтобы стать героем, нужно обязательно закрывать с собой амбразуру или совершить нечто подобное. Сопротивление может быть разным. Иногда достаточно просто не проявлять служебного рвения, например, забыть исполнить преступный приказ. Забывчивость в исполнении преступных приказов способна изменить многое. В грядущих событиях свой выбор предстоит сделать каждому.